Доброе утро, ребята! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Традиционно давайте возвращаться, как всегда с утра, на финансовые рынки. Посмотрим сначала на динамику нефти и рубля. Советую быть максимально бдительными и внимательными, поскольку, как и в прошлый раз, и на прошлой неделе, собственно, каждый брифинг я анонсирую новое кодовое слово, которое позволит вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Сегодня величина бонуса 6,5%, и я считаю, что это неплохое подспорье, плюс к тем, скажем, акциям, которые уже имеются и которые уже вам доступны. Давайте традиционно начнем с активов, приближенных к российскому рынку. Сейчас нас интересуют перспективы рубля, но прежде чем спрогнозировать возможное поведение российской валюты, давайте проследим за тем, что происходит сейчас с нефтью. Откройте, пожалуйста, графики Brent, ребят. И актуальные котировки на текущий момент это уже, наверное, ниже 57. То есть наша цель, которую мы ставили по Brent много месяцев назад, возможности возвращения с уровня 68-69 в район 61. Сейчас мы видим, точнее, еще вчера это было ясно, что наша цель реализована. И текущие актуальные котировки Brent говорят о том, что нефть находится под очень серьезным фундаментальным прессом. И 57-56, может быть, это еще не предел для коррекции, и дальше мы увидим еще более жесткую просадку, которая непременно будет влиять на те валютные активы, которые зависят от стабильности цен на энергоресурсы. Разумеется, здесь я говорю про канадский доллар, и здесь я говорю про российскую валюту. Что касается фундаментальных причин, вследствие которых нефть сейчас выступает одним из основных аутсайдеров. Я думаю, что этот статус нефти сейчас очень подходит, потому что, если мы посмотрим, где Brent торговался недели назад, это 63 почти доллара за баррель. И текущие актуальные котировки, можно сказать, что, по сути, нефть уже потеряла около 10% собственной стоимости. Такие ценовые динамики бывают характерны обычно для фондовых рынков, и то только в момент экономических потрясений. Сейчас мы видим это на сырьевом рынке, и понятно, что те валюты, которые зависят от этих цен, находятся под такой же серьезной ценовой и фундаментальной угрозой. Теперь, что касается причин. Прежде всего, стоит обозначить ситуацию в Греции, которая, с одной стороны, повышает привлекательность защитных активов того же самого американского доллара в случае роста американской валюты. Нефть, разумеется, находится под ударом. Это причина номер раз. Вторая причина заключается в том, что та же самая ситуация в Греции может привести к дестабилизации экономического порядка и, в целом, подорвать экономическое благополучие, которое без того оставляет желать лучшего всей еврозоны. Соответственно, если дойдет дело до самого негативного сценария, связанного с потенциальным выходом Греции состава валютного блока, может быть, это станет причиной, первоосновой для цепной реакции, вследствие которой за Грецией последуют другие страны, Италия, Испания, Ирландия. Это может нанести просто непоправимый ущерб по стабильности валютного блока. Поэтому, если спроецировать эти риски на возможности реализации, на факт, с которым рискует столкнуться экономика валютного блока, значит, в целом не стоит надеяться на хорошие темпы экономического роста. Напротив, стоит даже ожидать возможную слабость. Поэтому, если мы делаем ставку на соответствующие сниженные перспективы по темпам экономического восстановления еврозоны, значит, можно говорить о подрыве такого понятия, как спрос на энергоресурсы. Это причина вторая. Третья причина. Если вы следите за динамикой фондового рынка, то наверняка не могли не заметить те серьезные просадки и разгрузку, которая сейчас характерна для китайского фондового рынка. Поэтому здесь логика, в принципе, такая же, как и с еврозоной. Снижение цен, точнее, снижение капитализации фондового рынка второй повлечения экономики мира также в перспективе может привести к слабым темпам экономического роста. Хотя слабые темпы экономического роста в Китае мы констатировали уже довольно-таки давно. Отмечаю то, что в идеале экономики сейчас показывать, скажем, темпы экономического восстановления 6,9-7%. Но, опять же, это тот уровень, который хочется увидеть, но для того, чтобы экономика Поднебесной смогла снова демонстрировать такие показатели по ВВП, нужно задействовать всевозможные инструменты, максимум усилий и, честно говоря, прыгнуть выше головы. Пока это Китаю не удается. Поэтому реакция фондового рынка, по сути, готовит нас к еще одному периоду слабости. Если эта тенденция медвежья закрепится на китайском фондовом рынке, значит, можно будет ожидать еще большего давления на темпы экономического расширения, а значит, и еще большее снижение спроса. Что касается других причин, здесь стоит снова обратить внимание на статистику, к которой мы периодически прибегаем. И, прежде всего, мы анализируем объемы производства и добычи нефти в странах ОПЕК. На прошлой неделе, а точнее, даже две недели назад, мы подводили итоги, скажем, позапрошлого месяца, отмечая тот факт, что ОПЕК увеличивает объемы производства, и на текущий момент тогда мы уже констатировали, что объемы производства превысили 31 миллион баррелей в сутки. Сейчас мы можем подвести итоги уже прошлого месяца, то есть июня. И в этот раз ОПЕК снова поднял планку, в этот раз объемы производства были увеличены на 170 тысяч баррелей в сутки, и текущий объем выработки уже составляет примерно 32,3 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, это еще большее давление на перспективы, на ценовые ожидания и будущее, стоимостное будущее нефти, поскольку мы начали как раз описывать факторы, оказывающие давлеющий эффект на нефть с констатацией сниженного возможности снижения спроса. И вот, пожалуйста, еще один фактор, который указывает на то, что предложение в связи с сниженным спросом не корректируется, не старается балансировать вслед за спросом, а напротив мы видим увеличение предложения, которое на текущий момент в рамках ОПЕК уже находится на многомесячных максимумах. И еще один фактор уже американского происхождения. На этой неделе мы, конечно же, проанализируем данные по динамике роста запасов нефти США, но что-то подсказывает мне, что мы увидим еще одну неделю роста запасов, увеличение предложения. И плюс ко всему, не стоит забывать о том, что на прошлой неделе, по факту уже публикации сообщений в средствах массовой информации, мы пришли к выводу вместе с общественностью, которая следит за динамикой нефти, что количество буровых в США увеличилось впервые за последние 29 или 30 недель. И увеличилось, по-моему, на 15 или даже 20 штук. Поэтому в целом еще ждем доп. давления, связанного с увеличенным предложением на рынке энергоресурсов и со стороны США. И еще более объявляющий фундаментальный фон, связанный с Ираном и возможностью снятия финансово-экономических санкций. Я думаю, что все-таки Иран, учитывая, как нефть сейчас реагирует на любой новостной фонд по причине актуальных обсуждений этого вопроса, я считаю, что может быть действительно тегеранская ядерная программа и возможное появление на рынке еще одного поставщика энергоресурсов оказывает, может быть, еще более давляющий эффект. Мы знаем то, что Иран имеет колоссальные производственные мощности. В принципе, этих производственных мощностей будет достаточно, чтобы увеличить предложение до 4 миллионов баррелей в сутки дополнительно. Достаточно только договориться с Западом и достаточно только получить подтверждение со стороны западных партнеров о том, что финансовые и экономические рестрикции будут сняты. Поэтому, ребята, резюмируем. У нас 4-5 серьезных причин, которые позволяют нам делать ставку сейчас на коррекцию энергоресурса. Я думаю, что до тех пор, пока мы не сможем найти на рынке позитивные факторы, нет, все-таки можно продолжать продавать и делать ставку сейчас на движение в район 55 по Абренду. Остается там еще около 2 долларов. Поэтому можно перейти на рубль и особо не циклиться на российскую валюту, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас, наверное, актуального новостного фона, который, скажем, изменился, потерпел изменения за последние несколько дней, его попросту нет, если бы он был. Я обязательно об этом сообщил. Поэтому сейчас мы полностью фокусируемся на динамике нефти и проецируем эту динамику на перспективы российской валюты против основных конкурентов доллара и евро. Нефть снижается, значит, и на рубль тоже нужно делать девалюционную ставку и ожидать еще один фактор и период разгрузки. Кстати, посмотрите на актуальные котировки. Нефть у нас стоит 57 и доллар-рубль также стоит 57. Я думаю, что сегодня по паре доллар-рубль мы пойдем еще выше. И если нефть продолжит корректироваться в район 55, я думаю, что уже возникнет ценовое расхождение и по рублю мы увидим против доллара рубеж 60. То есть все зависит от динамики нефти. Но я считаю то, что наша цель 58, до нее остается еще рубль, по сути, вот-вот будет достигнута. Потом уже обозначим новые ценовые ожидания. Теперь переходим к евро. Давайте начнем с эклоза вчерашнего дня 1.10.55. В целом можно прийти к выводу, что вчерашняя торговая сессия по евро-доллару полностью скопировала ту динамику, которую мы наблюдали позапрошлый понедельник. Открытие с гэпом, с новым разрывом. Но в течение торговой сессии этот гэп был полностью нивелирован. Евро отвоевало все утраченные позиции. Вчера произошло то же самое. Открылись гэпом, не таким существенным, как позапрошлый понедельник. Всего лишь 100 пунктов. Но в течение торговой сессии, даже уже на азиатских торгах, евро демонстрировал такой бычий порыв и смог в итоге перекрыть это расхождение. Закрытие, еще раз повторюсь, 10.55. Текущие актуальные котировки находятся чуть ниже. И мы видим то, что евро сейчас находится под давлением. Также повторяю тенденцию прошлой недели. Что у нас интересного сейчас по евро? Разумеется, продолжаем фокусироваться на греческом вопросе. В эти выходные, в воскресенье прошел референдум. Большинство проголосовало против мер жесткой экономии. Поэтому то, что хотел услышать Алексис Сыпрос, это пример министра Греции о том, что проголосуйте против, и тогда у меня будут все основания для того, чтобы продолжить переговоры с тройкой корридоров на своей волне. Чтобы выторговать, выхлопотать у них более приемлемые, более, скажем, щадящие условия получения финансовой помощи. Сейчас посмотрим, как будет реализовываться этот переговорческий процесс. Сегодня пройдет саммит, ему уделяется очень много внимания, поскольку это саммит представителей министров еврозоны и, соответственно, греческого правительства. Суть этого саммита – достигнуть соглашения между тройкой корридоров как раз и Грецией. И, скажем, венцом этого соглашения должна стать сделка, согласно которой тройка разблокирует финансовую поддержку для Греции, а Греция взамен этого предоставляет те реформы, которые устроили бы Еврогруппы, МВФ и Европейский Центральный Банк. Напомню, что речь идет о реформировании пенсионной системы, здравоохранения и рынка труда. На текущий момент известно, что Греция должна собраться с силами и подготовить пакет реформ, который смог бы лечь в основу сделки и стать фундаментом для соглашения и преодоления всех разногласий между тройкой корридоров и Грецией. Эти реформы, точнее, эти предложения, надеюсь, уже подготовлены, потому что саммит начнется уже совсем скоро. Но, честно говоря, я не ожидаю, впрочем, как и в прошлые разы, какого-то прогресса по факту этой встречи, какого-то существенного прорыва. Мы видели то, что стороны очень близко приближались к договоренностям, соглашениям, но потом, по факту, оказывалось так, что разногласия по-прежнему очевидны. Сейчас, на самом деле, мы знаем только мнение народа о том, что они не хотят принимать меры тройки корридоров, считая их слишком жесткими. Я, в принципе, с этим согласен. Но удастся ли Ципросу выторговать в более приемлемые условия, это самый большой вопрос, который сейчас задают трейдеры, специализирующиеся на инвестициях как на рынке Форекс, так и на фондовом рынке. Поэтому, быть может, некое подобие ответа на этот вопрос мы получим уже сегодня. Но еще раз повторюсь, я считаю, что переговоры снова затянутся, и эта пятидневка станет снова, скажем, периодом повышенной неопределенности и серьезных рисков для тех активов, которые зависят от общего рыночного настроения. Прежде всего, я имею в виду европейскую валюту. Поэтому сегодня смотрим за саммитом, ожидаем прорывных решений. Честно говоря, еще раз, в третий раз повторюсь, что, скорее всего, позитива мы так и не дождемся, а значит, по евро будут сохранены прежние риски, которые рискуют отправить при неблагоприятном сечении обстоятельств пару глубоко ниже уровня 1.10. Что касается интересных сообщений. Поскольку референдум показал то, что население выступает против мер жесткой экономии, Европейский центральный банк, как и отмечалось ранее, поставил под вопрос продолжение финансирования греческой банковской системы. Именно поэтому вчера, поздним вечером, состоялась экстренная встреча между ЦИПРОСом и представителями Европейского центрального банка, где обсуждалась как раз возможность все-таки сохранения программы экстренного кредитования для стойки уязвимой сейчас греческой банковской системы. После долгих обсуждений ЕЦБ приняло решение оставить ее в тех объемах, которые были актуальны до 25 июня. Я считаю, что это недостаточные объемы сейчас, но все-таки лучше, чем ничего. Греческие банки до сих пор не открыты. Понятное дело, почему? Потому что ликвидности нет. Даже если бы они открылись, скажем, сегодня, я думаю, что ликвидности хватило бы на то, чтобы они продержались всего лишь 2-3 дня. Разумеется, сейчас это не выход. Лучше подождать, надеясь на то, что договоренность будет достигнута и все-таки получить более объемлющие суммы финансирования со стороны тройки кредиторов. Поэтому по-прежнему очень много внимания и вопросов к стабильности финансовой системы. По-прежнему мы видим серьезные риски, фактически свершившиеся дефолты. И если все-таки дойдет дело до самого негативного сценария, связанного с тем, что Греция так и не найдет общий язык с тройкой кредиторов, то, соответственно, Греция может оказаться не только первой стороной среди развитых экономик, которая пропустила платеж МВФ, но мы можем стать свидетелями одного из самых крупнейших суверенных дефолтов. Поэтому для еврозоны это серьезные риски. И, разумеется, первым на эти риски должна реагировать европейская валюта. Наши цели – движение ниже уровня 1.10. Я думаю, что можно даже оставить цели более агрессивные, надеясь на еще более объемлющую коррекцию. Идем дальше. Доллар – японская иена. Здесь интересного новостного фона нет, хотя если мы посмотрим на вчерашнюю торговую сессию, уже по факту тех уровней, которые мы наблюдали. Минимальное значение – 121.86, клоуз – 122.56. Доллар отыграл потери, которые понес с открытия торговой сессии. И если вернуться к причинам, которые сейчас толкают американскую валюту вверх, здесь нужно обратить внимание на доходности американских трежерис. Новостной фонд был достаточно скудный для американцев вчера, но завтра нас ожидают уже протоколы последнего заседания ФРС, где снова мы вернемся к вопросу перспектив повышения процентной ставки и ужесточения монетарной политики. Сейчас, судя по тому, что доллар растет против японской иены, видно то, что инвесторы начинают понемногу готовиться к жестким комментариям со стороны монетарного руководства США. Инвесторы понимают, что в случае негативного сценария, даже ожидания этого негативного сценария, привлекательность американской валюты повышается. Но инвесторы, конечно же, продолжают следить за существенным фактом расхождения доходности американских облигаций с своими первыми основными конкурентами – немецкими облигациями. И это снова позволяет делать ставку на рост американской валюты. Что касается новостного макроэкономического фона, мы ему уделяли достаточно много внимания по итогам прошлой недели. Пока не будем снова возвращаться к нему, нужно дождаться новых макроэкономических данных. Но в целом у нас сейчас больше оснований продолжать делать ставку на укрепление позиций американца. И еще хотел пару слов сказать про перспективы USD с ВИСИ. Откройте также графики, посмотрите, что вчерашняя торговая сессия была закрыта в районе 0,94-0,84, чуть-чуть снова не дотянули до нашей цели 0,95. Но я думаю, что это вопрос времени, потому что в целом Национальный банк Швейцарии продолжает задействовать максимум усилий для того, чтобы ослабить национальную валюту. И в целом им это удается. Следующая цель 0,95, как только ее протестируем, можно будет даже замахнуться на еще более, скажем, вызывающие цели в плане восходящего движения. Сейчас все способствует тому, что USD с ВИСИ будет одной из самых интересных, длинных инвестиционных идей. Советую к ней присоединиться. Ну и что касается кодового слова на сегодня, в преддверии саммита, который мы ожидаем, кодовое слово «саммит» так и есть, видите, бонус, о котором я уже говорил, 6,5% на сегодня, это тот бонус, который действует на пополнение, плюс тем акциям, которые уже характерны для нашей компании. Советую им воспользоваться. Сессия будет очень интересной. Вопросы есть? Большое спасибо за внимание. Ждем комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. И если есть вопросы, оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания.